А чем вы занимаетесь непосредственно? В Европу визами или чем? Ну, смотрите, рабочими визами, польскими, плюс у нас внешний рынок это граждане Евросоюза. А вы хозяйка компании или вы топ-менеджер? Какая у вас должность-то? Менеджер. Ну, так надо мне, наверное, с управляющим каким-то разговаривать, с каким-то владельцем или как? Ну, я с ним уже говорила. Говорили, хорошо. Ну, вот смотрите, вот смотрите, плюс сотрудничество с нами. Ну, во-первых, мы 5 лет занимаемся этим бизнесом, мы лидеры на этом рынке. Это все признают, даже наши конкуренты, что мы лидеры в своей отрасли. Мы занимаемся не только рабочими визами, у нас очень много разных услуг. Если вы зайдете на наш сайт, вы посмотрите, у нас есть и программы для предпринимателей, лечения в США. Ну, окей, посмотрели, хорошо. То есть, конечно, нам важно найти нормальную толковую компанию, которая бы представляла наши интересы в тех или иных городах Украины. И мы находим, с кем-то получается работать, с кем-то не получается. Вот видите, вы звонили, и вам не дали ответ нормальный, адекватный. Ну, вот вы таким образом подтвердили, что, видите, есть люди, которые покупают нашу франшизу, я не понимаю, для чего они покупают, но потом не работают. Это есть, да. И мы хотим найти адекватных людей, которые действительно получится продавать, у которых получится работать с клиентом. Плюс, я могу вам сказать статистику. Я могу сказать самое главное сейчас, вот послушайте сейчас самый главный момент. Это статистика. Это как бы наука всех наук, как говорили в известном фильме. Значит, 71 тысяча виз туристических и студенческих было выдано украинцам в 2015 году. Это больше процент, чем в 2014 году, в отличие от россиян, которым процент сократился. То есть, украинцам выдают визы лучше, значительно лучше и каждый год больше и больше. Так, представьте, если сколько, 71 выдали, а, наверное, в 5 раз, ну, такой статистики, к сожалению, нету, наверное, в 5 раз больше обращались. Так вот, представьте, какой рынок сейчас, да, то есть, вот умножаете 77. Я понимаю, что сейчас будет наук. Рынок просто нереальный американский. Так, мало того, кроме виз у нас еще куча разных услуг. И это я вам говорю сейчас про не иммиграционные визы. А если мы добавим сюда еще иммиграционные визы, это воссоединение семьи, это визы невесты и так далее. Там их много, иммиграционных виз. Так это будет нереальная просто цифра. Поэтому поговорите с вашим управляющим, с вашим владельцем. Организуйте мне с ним разговор. И я думаю, что если мы договоримся, вы будете нашими представителями. Хорошо, а что по цене франшизы у вас? У нас фулл франшиза стоит полторы тысячи. Мы обучим вас, дадим вам все наши баннера, которые разработаны уже тут много лет и накопились. Мы дадим вам договора, мы дадим вам всю рекламную поддержку, мы дадим вам доступы ко всем нашим сайтам, ко всем ресурсам, к базам данных вакансий. Сейчас мы готовим базу данных вакансий. У нас уже там было порядка 500. И сейчас будет еще, наверное, штук 500. Это готовые джопоферы в разные отрасли. Я вот сегодня занимался с Харьковской франшизой, у нас новый тоже филиал. И мы просто вот даже прошлись по конкретным базам. У нас есть и в сельском хозяйстве, и в IT сфере, и в медицине рабочие визы, конкретные рабочие визы. И в финансах, и в ремонтно-строительной сфере. То есть это конкретные джопоферы с конкретных компаний. Это не просто там вот какая-то, вот там-то, там-то кто-то дает стоп. Я поняла, ну смотрите, еще такой вопрос. Ну, хотелось бы вот эту информацию получать вот вовремя, компетентно, качественно. Вот насколько я вот обращалась во всякие украинские ваши офисы. Вот они мне говорили, ну вот сейчас мы посоветуемся с координатором. Вот он сейчас на связи. Вот, ну и опять-таки я же говорю, что информации корректно не было. Я понимаю, что они общались с координатором. Просто вопрос в чок, ну насколько у вас компетентны вот эти все координаторы? Кто-то компетентен, кто-то некомпетентен. Вы же сами это поняли. Координаторы – это главный наш офис. Они общались либо с Владимиром, либо со мной. Либо, может быть, с Натальей, руководителем нашего офиса в Майами. Вот с кем-то из этих людей. Но я не знаю конкретно, давайте тогда расследование пройдем. С кем вы разговаривали, я буду выяснять, кто, когда звонил и так далее. Вот, я всегда даю очень подробную информацию, очень четкую информацию. Я не люблю воду лить никогда. Если мы не можем помочь человеку, я говорю, мы помочь вам не можем. Все, никак. Вот вы спросили про нелегальную работу, я сказал, мы не можем этим заниматься. Я четко вам ответил. Значит, такие, скорее всего, они бы не общались с координаторами. Скорее всего. Я думаю. Ну, может быть, они могли бы сна, они мне просто сказали так по телефону. Ну, вот такие франчайзеры, понимаете. Есть нормальные, есть ненормальные. Я с этим борюсь. Я с этим борюсь. И некогда, например, есть франчайзер, который я просто удалил его вообще из списков. И убрал со всех сайтов, потому что он вообще неадекватный человек оказался. Я поняла. Ну, смотрите, хорошо. Еще вопрос. Какие... Так, сейчас сформулирую. Какой процент от ваших услуг получаем вы, мы, как агентство по партнерству? 20% вы получаете. Да, почитайте раздел партнерства в нашем сайте, там очень подробно рассказано. А, да, да. Хорошо. И еще последний вопрос. То есть, если, например, мы сразу там приводим, вот, у нас еще нет франшизы, да? Если говорить конкретно о ваших услугахах. 10%. 10%. Если мы сразу... 10%? 10%? 10%, да? А мы можем как-то сделать взаимозачет? То есть, мы даем вам, например, таких клиентов? Можем. 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 Но я учить вас не буду, пока вы за франшизу не рассчитаетесь. Окей. То есть, если вы сейчас дали, допустим, двух клиентов, и мы уже сложили, и у нас получился 10%, это полторы тысячи, то, конечно, вы франшизу оплатили, и начинаем тогда учебу. Ну да, там же, получается, политубежище достаточно такое дорогое. Да, да, да. Ладно, давайте тогда все, я вам все ответил, я уже подъехал к дому, мне нужно тут разгружать машину. Все, на этот телефон, Дарья, всегда-всегда на связи, всегда отвечаю. Хорошо. Все, давай, пока. Все, давай. Смотри, вот это, нажимай, держи.